Итак, в этом видео я хочу рассказать свое отношение к доллару по 40, к бензину по 100 с чем-то. Понимаете, такая сложная экономическая модель, такие великеты, что я решил показать, насколько все сложно, экономическая вся вещь, тем, что я просто буду лежать. Потому что по-другому я не могу это все объяснить. Смотрите, на данный момент, пойдем по фактам, за 30 с копейками лет, национальный банк выпустил такое количество денег, гривны, которые осели там у этих расистов. Когда вы видите, вам просто носом тыкают, там у Кума Путина конфисковали столько-то. А сколько еще залегло этих денег? Сколько этих денег залегло? И я более чем уверен, что саботаж с бензином оплачивался деньгами внутри страны, внутри гривны оплачивалось. То есть какой вариант сейчас есть? Смотрите, сложность этой всей работы, это же ездить за границу, пить кофе, подписывать важные документы экономические, выпускать новую инфляцию, продавать облигации военные. Сейчас нужна, сейчас нужна не вот эта вся фигня. Сейчас нужна экономическая реформа, в которой будет просто перевыпущена гривна с обменом. И должен быть абсолютно понятный интерес для людей. Они должны понимать, что это будет простая, понятная модель, в которой люди будут логически поддерживать армию. Не просто там думать, а свободу, независимость и создавать именно вот сам... Ладно, рассказывай дальше. Насколько у тебя же так сложно, пипец. Так вот, создается просто даже в криптографическом формате. Криптографический, потому что, чтобы не было возможности подделки. Старая гривна обменивается там еще в течение года. То есть этим самым мы просто обрубаем всех нафиг вот этих вот любителей русского мира. То есть мы их просто отключаем. То есть они не смогут проплачивать наши же гривны внутри саботажа, внутри страны. То есть, которую они накопили, а зачем она им надо? Она им не нужна, они хотят саботажа им проплачивать. Тут мы сразу говорим, люди, смотрите, вы переходите на новую гривну, там, не платите налоги, к примеру. И с каждой... Единственное, что просто с каждой операцией, которую вы совершаете, там, покупка бензина, молока, хлеба, за детский садик, маникюры платили или еще что-то. Ну, будет отчисляться, к примеру, от каждой транзакции это будет прописано сразу каждому, там, 13%, 10%, 15%, неважно, 15% даже процентов. Все, больше никаких налогов нет. Вот, и вот таким образом начинает... То есть заработает экономика, сработает... Вот, смотрите, это так сложно, я весь ожлежу, вот, а-а-а, такая сложность. Да, естественно, что придется работать, а не развлекаться, назовем таки, ездить по странам, заключать важные документы. Товарищ, ну, как бы мы живем уже в том мире, в котором нужно понимать, что идет война, и нужно отрубить, отрубить эту гидру, отрубить накопление, которое они сделали.